Привет, друзья! Ну, конечно, я могу отвечать на вопросы так, чтобы всем нравится. А могу отвечать так, как думаю. Но если меня спрашивают, а меня спросили сейчас, написали в личке, что я думаю про квантовое поле, что я думаю про вот это вот, когда электрон одновременно, волна, и что от позиции наблюдателя зависит его поведение электрона, и что я думаю по поводу зеркал Козырева. Ну, друзья, давайте я буду отвечать так, как я думаю. Раз меня спрашивают, что я думаю по этому поводу, а не так, чтобы вам всем нравится. Я же специалист, я так полагаю, что мы будем поступать сейчас так, искренне, как считаем нужным. Потому что очень много людей, которые вдохновляются этими идеями, что электрон ведет себя как-то как волна, как пуску одновременно двойственную природу имеет, и что там есть, когда кванты загоняют в щель, то один раз туда полетит, другой раз туда полетит, и зависит от позиции наблюдателя. И это многим-многим дает вдохновение верить в какие-то невероятные возможности, если выйти из привычных стереотипов, штампов. Ну, очень много таких людей, я это понимаю. Я сам тоже был таким много лет. Я занимался телекинезом, я занимался телепатией, я занимался изучением кожного зрения, я изучал феномен Розы Кулешовой, я занимался... Ну, многим, чем я занимался, и у меня сложились уже после исследований многолетних, а не просто так, верю я или не верю, не как у любителя. Потому что я в той лаборатории, где руководил Годик Эдуард Эммануилович, где Джону Давида Швили изучали с ее биополем и других изучали, эти биополя, так называемые, изучали. Я там доклады читал, я читал бюллетени Академии наук, которые после этого выпустили, в котором написано, что никакого другого поля, кроме известных полей физических, например, тепло, идущее от тела, частотные воздействия, инфразвук, там, ультразвук какой-то, на маленьких диапазонах, не таких, которые распространяются до других планет. Все в меру. Вы понимаете, и после этого, как же я вам могу сказать, что да, я верю в телепатию, да, я верю, там, в телекинез, да, я верю, там, что можно путем наблюдения за чем-то изменить, например, я смотрю на цветок, и я могу своим взглядом изменить рост этого цветка. Или, например, смотреть на воду, думать в этот момент о хорошем и изменить структуру воды. И другой человек выпьет эту воду, и она будет у него отличная от того, как бы он выпил, если бы я на него не смотрел. Или смотрел с другими мыслями. Ну, чумак этим занимался по центральному телевидению. Вот так ручкой делал, да, и говорил, я заряжаю вас, и вы будете здоровы. Потом он говорил, я заряжаю ваши кремы, которые у вас на столе, или воду. И вы теперь будете пить эту воду и выздоравливать. И люди многие-многие выздоравливали, но не потому, что чумак их зарядил, эту воду. Вода как была, так и была. Он этим движением зарядил их. Они внушаемы, они внушаемы. И у джуны, которые сидели под этими пасами, погружались в трансовое состояние, и очень много людей, и у Кашпировского, и у чумака, очень много психосоматических нарушений могут за два-три сеанса вот таких пасов уйти. Это те, которые, например, занимаются различными рейки, они входят в это состояние. И человек, который сидит у него на столе, например, перед которым он так делает пасы, или над головой его делает пасы, представляя себе, что он связан с космосом, и передаёт ему эту нервию. На самом деле, тот сидит и воспринимает, ожидая точно так же, как в зеркалах Козырева, друзья. Поменяйте конфигурацию этих зеркал. Сядьте не в зеркала, а сядьте в пирамиду. Сядьте вообще в телефонную будку и посидите. Если вам разрекламировали, что там человек может испытывать, если много раз об этом говорили, что в этих зеркалах или в этих пирамидах у людей происходят какие-то невероятные ощущения, например, у них бывает какое-то изменение состояния, что после этого они выходят обновлённые, что они там испытывают. И так расписали, расписали, расписали. Так это же искусственное внушение. Конечно, в этих зеркалах люди так себя и чувствуют. Так этот академик Казначеев, который об этом говорил, другие академики, которые... Они же тоже люди. Среди академиков столько же Волохов, Царя Небесного, в той или иной области, как и в своей профессии. У него, может быть, очень замечательные мысли, которые помогли целой стране, миллионам людей, но при этом, может быть, как есть в английской поговорке, у каждого умного в рукаве сидит дурак. Ну да, я же сам лично видел много раз, как академик, например, какой-то. И вот сидит тётенька, которая пришла в гости к его жене, видит у академика спина болит, и говорит, ой, я вам сейчас помогу, я вам сейчас помогу, я сейчас ручки приложу, и вы выздоровите. И академик сразу теряет критику, и он поддаётся, и спинку подкладывает, и ему лучше становится. А сколько приборов выпущено, которые работают на эффекте плацебо. А сколько таблеточек выпущено, столько лет люди принимают эту гомеопатию, потому что каждый раз эти таблеточки, в которых ничего нету, давно, но сказано, что там память, вещества, или ещё чего-то такое, когда люди каждый раз это применяют, которые как бы подсознательно верят этому, а если он применяет и говорит, да я не верю в это, но мне же помогает. Так как же не веришь, если ты целый месяц, каждый день это делаешь, и каждый раз подсознательно ждёшь улучшения. Ну, конечно, сам себе внушаешь, и потом выздоравливаешь. Да нет, говорит, я не верю, но это работает. Так какого чёрта ты каждый месяц, и два месяца, и там по три раза в день эти таблетки считаешь и понимаешь, если ты не веришь. Конечно, веришь. У нас есть сознательное отношение к чему-то и подсознательное. Ну, почитайте Бехтерева, почитайте Павлова, да, как можно войти в ваше подсознание, как говорил Павлов, кажется, великий академик, да, через крыльцо, через задний вход. Да, ну, вы понимаете, вы можете мне не верить, не создавайте себе кумиров, да, не доверяйте мне. А что надо делать? Проверяйте, друзья. Вот я всю жизнь проверял, и у меня своё мнение сложилось. Вы тоже проверяйте. Не надо верить сразу, когда вам кто-то говорит, у вас откроются все сперхспособности, и вы начнёте летать. Летать вы будете внутри себя. И когда вы пьёте заряженную воду, вы тоже внутри себя меняетесь. Это ваши образы, ваши ожидания, ваше подсознание перестраивается, переключаются доминанты. Человек может управлять своим собой. Может. Но он не может управлять другим человеком, который находится на расстоянии тысячи километров, и об этом не знает. Если он знает, что с ним работает, у него будет эффект ожидания, у него тоже может случаться. У меня был товарищ Аскольд из «Звёздного городка», который мне позвонил и говорит, что ты со мной делаешь? Ну, он же позвонил. Я говорю, Аскольд, а что я с тобой делаю? Я сижу всяком доме. Он говорит, да ты что? Меня, говорит, так изогнуло над кроватью, говорит. Я прямо так невольно мостик сделал. Что ты? Оставь меня телепатировать. А я вообще не телепатировал. Я своим делом занимался. Да, друзья? Пишите, что вы по этому поводу. Думайте. Самое главное, не обижайтесь на меня. Вы же меня спросили там в личке сказать своё мнение. Вы меня как специалиста спросили? Если меня просто как друга спросили на светской беседе, я бы вам сказал то, что вам нравится. Ну, а если вы спросили как специалиста, я бы сказал то, что я думаю на самом деле.